Всем привет, это История от Анонима. Сегодня зачитаю историю, дам свои комментарии, ну и вы тоже можете сделать это в комментариях под видео, оставить ваше мнение. Если вам нравятся подобные истории и формат на канале, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте видео в соцсетях, ну а мы приступаем. Смотрю ваш канал сравнительно недавно. Интересные истории происходят с женщинами при знакомстве с турками, ну и я не исключение. Я решила рассказать о свою историю. Можете рассказать ее, если посчитаете нужным, такой опыт для подписчиков. В Турцию я поехала первый раз в октябре 2020 года. Четыре года назад с подружкой. Для меня это страна и все, что с ней говорили, происходило, было не столько важно, как просто отдых увидеть в море. Я отдыхала до этого в Европе и в Турции никогда не бывало. Случился ковид, все закрыли, ну мы и поехали в Анталию. Отдых был хорошим, познакомились с турецкими мужчинами, гуляли, отдыхали. Сразу скажу, секса никакого не было, ни у меня, ни у подруги, мы просто общались с людьми. Телефонами обменялись, на то мы возвратились в родной город. В декабре у меня день рождения, оставался отпуск еще 9 дней, и я решила, а почему бы мне не поехать в Стамбул. Купила билеты, забронировала отель с другом, с которым общались из Анталии, списались. Он написал, что если получится, приедет на пару дней встретиться. Я сильно не надеялась, но все равно в глубине души ждала этого. Изучив всю информацию о Стамбуле, я туда прилетела. В отеле работала девушка из Туркмении, очень хорошо говорила она на русском, турецком языке. Мы с ней общались, гуляли по вечерам, задружили, хотя и был комендантский час тогда еще, ковидные времена. Я ей рассказала про себя, она про себя, так и стали дружить. Мой друг так и не приехал, написал, что упал с мотоцикла, прислал фотки с больницы, так мы и не увиделись. Потом я прилетела в Стамбул летом еще к этой подружке, также на 5 дней. Было весело, гуляли опять днями, ночами. В сентябре у меня намечен был отпуск, аж на 14 дней. А так как опять страны Европы были, не принимали тогда ковид, я решила, что в Турцию поеду, там подруга есть, а потом в Анталию на море заеду. Так и сделала. Погуляли несколько дней в Стамбуле, потом я полетела в Анталию. Мой друг за это время сходил в армию на 6 месяцев и приехал работать на курорт в город Сиде. Там мы опять и встретились. Общение наше было недолгим, на минуточку мне тогда было 36, а ему 27. Понятно, что ему нужно было. Я хоть и свободна от обязательств и обременения женщина, но такое общение не для меня. Расстались с ним в лучшем виде, он обиделся, ну и фиг с ним. Я вернулась домой, все было у меня отлично. Подруга позвонила как-то и спросила, а когда у меня отпуск. А отпуск был опять в декабре. Но были выходные в ноябре, я полетела в Стамбул. По прилету меня ждала знакомца с ее давним знакомым, он был в разводе, имел сына. 7 лет, который проживал с бывшей женой в другом городе. Этот мужчина работал в полиции Стамбула, говорил только на турецком языке. Я на тот момент понимала очень немного, подруга переводила или гугл-переводчик. Мы с ним тоже гуляли много, я была у него на работе, показывала мне свои документы, что он реально разведен уже почти год, с сыном видится, когда у него каникулы. У меня это не напрягало. В декабре я прилетела на день рождения, он меня встретил, мы погуляли с друзьями в клубе, отмечали мой день рождения. Потом я прилетела еще и на Новый год, и так все закрутилось, и я прилетала еще в феврале. А в феврале его переводят в Мардин. В апреле я прилетаю в Стамбул, а он приехал из Мардина на машине. Гуляли, веселились, но что-то меня терзали какие-то сомнения. Он звал меня на пару дней в Мардин посмотреть город и говорил, может быть, мне там понравится, я останусь с ним навсегда, ведь у нас такая любовь. Вечером ему позвонил сын, плакал, говорил, папа, забирай меня, я не хочу жить с мамой, и все в таком контексте. Естественно, мой мужчина сорвался ночью и поехал к сыну за полторы тысячи километров. Не доезжая до него, около ста километров до города, он заснул за рулем и попал в аварию. Слава богу, остался жив и невредим. Но в момент, когда он позвонил и сказал, что разбился, я тогда поняла, я не хочу замуж, я не хочу в Мардин, да я вообще не хочу жить в Турции, а только отпуск здесь проводить и отдыхать. Может быть, это мой эгоизм. Вечером с подружкой сидели за столом переговоров, я ей все рассказала. Она сказала, знаешь, твое дело решай сама, и я уехала домой. И написала ему, что мы расстаемся навсегда, больше мы с ним не виделись, писала смски, почему, зачем я так написала. Но я взяла себя в руки, трясущаяся, терпела, страдала, но не отвечала. Прошло время, все устаканилось. Я приезжала в Стамбул, встречались с подружкой, о нем разговоров не видели, не виделись больше по сей день. И в 23 году, в сентябре, я поехала опять отдыхать в свой полюбившийся отель в Анталии. Все меня там от босса до сотрудников знали. Я там не первый раз отдыхала, прилетела как к себе домой. Немножко выучила турецкий язык, общалась и стала мне проще с людьми. Моя подружка не смогла прилететь, как планировали, и мне пришлось отдыхать две недели одной. На второй вечер после ужина я сидела на улице, попивала вино, залипала в интернете. Рядом со мной были свободные кресла. И подошла женщина лет 60 и спросила на турецком, можно ли к ней присесть. Я, конечно, любезно разрешила, согласилась. Она начала разговор с расспросов, откуда я, с кем, почему, зачем. И отвечала, как могла. А скрывать мне нечего на мое, а вы с кем? Она ответила, а я с сыном приехала. И через 10 минут прируливает ее сын. 36 лет, а мне тогда 38 было. Очень симпатичный парень, высокий, с красивыми карими глазами. Мы общались, он тоже что-то спрашивал и отвечал. А потом она взяла у него телефон и написала в переводчике. А ты бы вышла замуж за моего сына? Я, конечно, немножко опешила. Потом была какая-то глупая пауза и хотела передать ей телефон. А он взял и прочитал, что там было написано. Все немножко, конечно, посмеялись и продолжили вечер. Сидели, общались. Потом его мама пожелала нам спокойной ночи и удалилась спать. Мы пошли, прогулялись по территории отеля, притемлились на шезлонге, опять поразговаривали через переводчик. Он меня не напрягал, не приставал. Просто рассказывал про себя, про семью. Баба у него умер, когда ему было 15 лет. Есть у него старший брат, жена, двое детей. Тоже отдыхают на море сейчас с семьей. Завтра вечером приеду к ним тут в гости в отель. Пора уже было идти спать. Мы попрощались, договорились встретиться утром на завтраке. Утром мы встретились с мамой, а потом он пришел. Так мы начали проводить все время в отеле вместе. Так как я отдыхала в Сиде, не первый раз знала, где что посмотреть. Мы гуляли, проводили время на пляже, в городе вместе. Иногда мама с нами была. На седьмой день отдыха у меня была запланирована поездка в Стамбул на два дня. Билеты куплены, транспорт до аэропорта обратно оплачен. Он стал меня уговаривать не улетать, но я все равно полетела. Меня ждала подружка, мы долго не виделись. Он звонил, пока я была в Стамбуле, писал мне, говорил, что когда-нибудь мы вместе будем гулять по Стамбулу. Я вернулась в отель. Он был очень сильно рад, что я вернулась, и мы опять не расставались. Мы еще четыре дня гуляли, веселились. Они уезжали раньше на день, чем я. С утра он был немножко расстроен, что уезжает, а я остаюсь одна. Мне тоже было очень грустно, ведь я и не думала, что мой отпуск без подружки, которая не прилетела, будет таким веселым. Сразу скажу, что секс у нас был один раз за все время, и никто на мне на этом, на чем больше не настаивал. Хотя видно было по нему, что он очень бы этого хотел, но контролировал себя. Он даже не оставался у меня в номере на ночь, ни разу не просился в гости, провожал, уходил к себе. Ну что же, мама рядом, вы что? Познакомились с братом, с его женой, детьми, и пока мы с его мамой вели беседы, она мне немножко про него рассказала, где он учился, что ему нравится, что дом он во всем ей помогает, рекламировала, конечно, его. Они спрашивали, когда будет у меня следующий отпуск, не хочу ли я приехать к ним в город. Я рассказала, что следующий отпуск у меня будет в ноябре, и я подумаю об их предложении. Они уехали, я тоже вернулась домой на крыльях любви, так сказать. Он мне звонил, писал, мама привет передавала, все в таком духе. Каждый день начинался с смс-ки, звонков, так продолжалось около двух-трех недель. Когда мне подписали заявление на работе, что я могу взять отпуск, и на ноябрьские праздники поедет к нему, я была просто счастлива. Я купила билет на самолет, отправила смс-ку с билетами, он сначала очень сильно обрадовался, мамы тоже, но потом его смс и звонки стали реже, чем раньше. И потом я спросила, что вообще происходит? На что он мне ответил? Мы, наверное, очень торопимся, нам нужно узнать друг дружку получше. На что я ответила? Ну, давай узнавать. Но только если ты не пишешь и не звонишь, как это будет происходить? Через несколько дней молчания я ему написала сама, что я понимаю. Видимо, это не любовь с его стороны. Он меня не полюбил, ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через год не полюбит. На что он ответил, как хорошо, что я его поняла. На этот ответ у меня был только один вариант. Больше мне не пиши, пожалуйста, и не звони. Даже если я приеду в ваш город, вас беспокоить я не стану. Спасибо за все. И все. Я пропала на месяц, он тоже. Но наступает день поездки. А я прилетела и при выходе с самолета мне тут же приходит смс к ватсапе. Ты прилетела? Ты где? В аэропорту? Начались видеозвонки. Где ты? Что ты? Я сейчас приеду и все такое. Я согласилась встретиться в центре города. Он приехал, пошел провожать меня до отеля с недовольным лицом, потому что я не поехала к ним домой, а сняла отель. По дороге в отель он пытался меня обнять, поцеловать и узнать, скучала ли я по нему, что я держалась и говорила ему Хаир. Потом ждал меня, пока я приведу себя в порядок после прилета, и мы пошли погулять. Потом позвонила мама, позвала меня на ужин. Мы поехали. Всю дорогу меня мучил один вопрос. Зачем он мне вообще написал? И начал звонить, на что он сказал, что очень скучал. Я ему приснилась ночью, он не забыл, что я сегодня прилетаю в его город. А я ответила грубо, но справедливо сказала им, что он салак. И пошла в гости к нему домой. Мама накрыла на стол, мы поужинали, я опять при маме начала спрашивать, почему он молчал целый месяц, а мама была немножко в шоке. Она ничего не знала, ну или сделала вид. Она оставила ночевать у меня у них, типа уже транспорт не ходит. И страшно меня отпускать на такси. Положила нас по разным комнатам, типа до свадьбы же нельзя. Он потом все равно приперся, и у меня начались красные дни, и ничего не произошло. Днем мы поехали гулять по городу, вечером он проводил меня в отеле, а сам поехал домой. И начиналась трудовая неделя, ему нужно было на работу, а я-то в отпуске. Утром я в отеле, проснулась от смс-ки, ну думаю, началась опять катавасия. Вечером мы встретились, гуляли, ехали к нему домой, там ждала нас мама. Сидели, разговаривали, смотрели сериалы, и опять по разным комнатам. Днем гуляли с его мамой, вечером с ним. За семь дней я два раза только ночевала в отеле. С мамой были разговоры о том, что я думаю, если он предложит мне переехать из России в Турцию. Но я сказала, что не предлагают, видите ли. Да и в России у меня любимая работа, мама, сестра. Что он мне тут предложит взамен? Я честно расплакалась тогда и сказала ей, он считает меня просто мимолетным романом и проводит время. А она поняла, что я втюрилась в него. Да и я сама поняла. Я опять в болоте. Мне нужно было улетать в Стамбул к подружке, а через пару дней домой. При разговоре с ней она предложила, что я позвала его с собой в Стамбул. Он согласился, но все равно как-то неуверенно ответил. Попросил купить билеты на самолет, так как он на работе. Не успевая, с деньгами вечером разберемся. Я покупаю билеты себе ему, туда и обратно. Бронирую отель у своей подружки. Вечером мы едем в аэропорт, он висит на телефоне с какой-то мадам всю дорогу. Потом сказал, что это доставучая коллега, но по разговору-то я не слышала никаких приятных слов. Может быть и правда коллега была. Прилетели мы в Стамбул, там побыли, погуляли. Про деньги. Он мне все пытался отдать за билеты, за отель половину. Но то мы бежим гулять. Потом мне стало плохо, я лежала, умирала. И мне не надо было, не до денег совсем было. Те, когда мы улетали, пошли прогулялись немножко. Он был странный, все о чем-то думал. И когда приехали в аэропорт, он спросил, сколько он мне должен отдать денег. Посчитай, пожалуйста, говорит. Я посчитала, перевела в лиры. Разница с вылетами у нас была полтора часа. Он пошел меня провожать и сует мне пакет с деньгами. Говорит, я останусь тебе еще должен, потому что банкомат мне не выдает больше 5000 лир. Лимит такой есть. В следующий раз я тебе отдам еще 1000 лир. Я, конечно, не хотела брать куда мне в России лиры. Но потом он сказал, если ты их не возьмешь сейчас, больше мы никогда не увидимся. Не обижай меня, бери. Вот манипуляции в деле в кобочках. Я взяла, думаю, ну пусть лежат до следующей поездки в Турцию. Ничего мне менять не придется. Мы попрощались. Ему лететь один час, а мне 4 до взлета. Писал смс, что уже скучает. По прилете в Россию пришла куча смс, потом еще 10 дней пообщались. Все на этом. Когда мы встретились, я ему сказала, что если ты не будешь мне писать или звонить, я первая не позвоню тебе, так и знай. Бегать за тобой я не буду. Я тогда месяц молчала, еще помолчу. Пришел декабрь. Ничего. Я как-то зашла в WhatsApp и заметила, что на его контакте пропало фото. Интересно мне стало. Я написала, что все-таки руки дошли, и ты удалил мой номер? Аллах тебе судья тогда. Смс пришло ему сразу, но по сей день оно с серыми галочками. В Турции я уже была за это время 3 раза. Мама его знает, видела статусы. Иногда пишет что-то, знает ли он, я не знаю. Да и ладно. Да и надо ли мне все это знать. Все закончилось, не успев начаться, получается. Немножко грустно, но в жизни все бывает. И так как я оптимист по жизни, то в депрессии впадать я не буду. Больше так точно. Спасибо большое вам, Галина, что послушали мою тройную историю. Вывод, наверное, у вас есть по этому свой? Да, у меня есть вывод. Вы попали в классическую турецкую ситуацию. Многие девочки этого на самом деле хотят. Когда сразу заход через родителей. Это классика турецких знакомств, когда родители находят хорошую, скажем так, невестку и навязывают. Тут уже от, скажем так, слабости мужчина зависит. Боится ли он своих родителей? Боится ли он их как бы, ну, не знаю, как условно подобрать? Ну, огорчить, да, как-то их расстроить или что они в нем разочаруются. Вот страх разочаровать родителей. Если у него это есть, он делает так, как хотят родители. Он будет с нелюбимой женщиной, в нелюбимых отношениях, лямку тянуть, вот этот театр играть. Вот по факту я скажу. Я сразу скажу, мамка у него прошаренная тетка. Возможно, замуж сама так выходила таким же путем. Она увидела вас, оценила. Я вам сразу говорю, 100%. Инфа сотка. Она в отеле тогда оценила ваш внешний вид. Из разряда, что за телефон у вас, как вы одеты, какая у вас одежда. Она за вами не сразу подсела, она за вами наблюдала какую-то парочку дней вот этих. Вот поверьте, 100%. Она посмотрела, что вы нигде ни с кем не шаритесь. Здесь приличная одна приехали, так как было правдой, да, с кем-то тут не снюхались особо, не флиртуете. Приличная культурная иностранка при деньгах. Вот сразу вам. Подсела и начала просто тра-та-та-та-вась-вась с вами знакомиться, сыночку своего сватать, подпихивать. Классика жанра. Я такая спать пошла, вы тут гуляете, вообще не дать не взять. Ну, по-турецки, по менталитету, по-мамкински, это нормально здесь и даже правильно. Уж лучше я ему выберу нормальную, адекватную, которая мне нравится, правильно, что он с ней договорится. Это же моя подружка будет, моя доченька будет, зимочка моя, да. У нас мы с ней, он у нее под каблуком всю жизнь, понимаете, она его под каблуком вырастила. Она за него все решает. Он под мамку подстраивается. И она такая, блин, я выберу для себя невестку, которой у меня проблем не будет, но чтобы нормальную выбрал, не какую-нибудь там безхлебную, безродную, без племени, бедную. Я выберу достойную, иностранку, сыну, будущее обеспечение. В плане, я думаю, что у них все в порядке, то, что финансово, квартира и все такое. В том плане достойную, статусную, ну, чтобы не фигня какая-то была, правильно? Чтобы не было чем похвастаться перед подружками, перед родственниками и тому подобное. И сына надежно пристрою к женщине, когда меня не станет, о нем будет, о ком позаботиться. Потому что я воспитала не застоявшегося мужчину, который сам решение не принимает. Он, как телок, делает то, что мамка говорит. Вся вот эти отношения, это симпатия, приятно. Плюс у вас постель какая-то была, перепала как бы, да, еще и под маминым разрешением. Условно, легально вся эта история. О чем тут говорить, короче? Почему сыр в масле катается? Ну, чувак понял, что это не любовь, нет чувств. Соответственно, ну, короче, отношения заглохли, их не было. Отношений как таковых не было. Он их тянул для того, чтобы мамку не расстраивать, не огорчать. Как он вам четко сказал? Я так рад, что ты все поняла. Я тебя до этого не полюбил и потом как бы не полюблю. Вот это ваша фраза вот, и потом не полюбишь. Так и есть. Да, приятно, хорошее общение, но не любовь. Здесь в Турции так очень многие делают, на самом деле. Какие-то расчеты, общение. Не то, что расчеты, деньги, бабки там, успех и всякое такое. Не-не-не-не. Достойную пару ищет партнера и вот щелкнет, не щелкнет. Но, к сожалению, очень часто не щелкает, когда люди закрывают на это глаза, чтобы быть угодными, принятыми, неотвергнутыми родителями. Хорошая, может быть, партия. Они остаются в этих отношениях и играют в любовь и живут потом, может быть, несчастливо. Очень часто это на компромиссах такие браки. Они могут быть очень даже долгими. Они, каждый находит любовников каких-то потом, делают вид для родниц, типа у них все хорошо, классно. Дома это как, не все, что-то чужие люди, как друзья. Выясняется это в итоге со временем, с годами детей, может, рожают, заводят. Но интимная какая-то личная жизнь у каждого своя складывается, претензий никому нет. Они живут в этой комьюнити, этой семьей друзей, я бы назвала. Но не семья в прямом понимании. Это некий театр, игра для родственников, для родителей в первую очередь, для социального одобрения. И так здесь очень многие живут. Но это исключение классно из правил. Как правило, к сожалению, такие семьи, это скандалы, ревности, манипуляции, нелюбовь. Очень часто какие-то побои рукоприкладства, абьюз и тому подобное. Потому что люди друг друга не любят, не жалеют, не заботятся. Понимаете, да? Они это делают для чего-то этот брак. Для того, чтобы родители тебя приняли, чтобы тебя не отвергли, там еще что-то. А она с ним просто тоже удобно, потому что семья хорошая, у нее свекровь приняла. И вот эта вся история. У вас прям такой сценарий чисто турецким. Получится, но не вышло. Это очень хорошо, что не вышло, точнее, что вы на полпути поняли. Он по-честному не стал врать. Он пытался, играл, но он специально так себя вел, чтобы все сошло на нет. Чтобы, ну, словно, вы были инициатором расставания. Он же у нас маменькин сынок, он хочет быть в белом пальто. Он хочет быть невиноват. Мама манипулирует чувством вины. Поэтому он делал так, чтобы, ну, условно, как-то что-то это, оно само рассосалось. Она от меня как-то там забыла, отстала. Я сам писать не буду. Ну, и все-все-все-все-все на нет потихонечку сошло. А вот, если бы мама была у нее более жесткая, деспотичная, она бы его додавила, продавила, если бы ей понравилось, правильно? У него бы все равно был с вами и свадьбу бы он предложил и все такое. Просто она должна быть пожестче, а он помягче. А у них какие-то более-менее еще демократичные какие-то отношения в семье, что-то такое напоминающее. Поэтому результат такого не было. Ну, а вам-то нафига это надо? Что за любовь такая, когда вы видите, что вас не хотят, и условно выйдете вы за него замуж, и что? Вы станете перед фактом, что он ходит налево, у него как-то там любовница была, он знал ее еще до вас, мама ее просто не приняла. Это любовь всей его жизни, и он с ней спит, и может у нее ребенок от него есть, там еще как-то. Такие тоже истории бывают. И она там уже день уже в браке, и родила вообще от него ребенка в браке, и может думать, что это его. Это вот этот чистый турецкий сериал. А нам вам надо мучиться с этим, разбирать это все? Нет, конечно. Так что хорошо, скажем так, отделались. Про вас психологически что хочу сказать? Очень много моментов, когда вы отдавали на самотек ситуацию в чужие руки. Его мама решила, его мама познакомила, мама позвала на ужин. Я сняла отель, а они меня, я там 7 дней прожила у них, ночевала, а два только дня в отеле. Вот это все. Обращайте больше внимания, если вам это не нравится что-то, чтобы было по вашему желанию. Не отдавайте бразды правления в руки другим людям за вашу жизнь. У вас есть этот моментик. Вы хотите где-то в чужих руках расслабиться, чтобы за вас в чем-то там решали, порешали и так далее. Не надо. Доведет не до добра. Вы были на грани вступления в отношения, там, или назовем так, брак, но перспективы такие. Отношения, где не было бы любви с одной стороны партнера вашего. Вы бы на это глаза закрывали. Передавая, у вас бы его мама всегда правила в отношениях. Вот и все. У вас бы что-нибудь там, он вас обижал, изменял, вы бы нашли какую-нибудь любовницу, которую он всю жизнь любил сердцем на самом деле тайно. Вы бы побежали к его маме. Мама ему, а-та-та, а-та-та, не разводимся, не обижай мою любимую невестку. Он шелковый на время. Потом до следующего раза. Вы бы забеременели. И вот в таких вот тягомотине, в этих отношениях несчастливых, с конфликтами, где его мамка что-то решает, у вас бы расследить. Вообще, зачем это нужно, правильно? Ну, просто, к сожалению, не сверкнула искорка, не получилось. Так бывает, к сожалению. Надеюсь, ответила на ваш запрос, дала рекомендации, какие-то комментарии по истории, которая произошла. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте видео в соцсетях. В инфобоксе под видео «Моя почта» вы можете также, как автор письма, написать мне на почту анонимно. Я зачитаю письмо, сниму видео. Если вы хотите не публично, тогда можете записаться на индивидуальную психологическую консультацию. Ко мне прийти, тоже на тема письма, консультация. Если вам нужен доступ к электорию «Здоровые отношения» или «Формула счастливого человека», то тоже напишите на почту, я вам расскажу об условиях. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих видео.